То, что форум начинается с выставки российских вузов, закономерно. Именно образование объединяет участников этого масштабного события. В программу выставки входит демонстрация научно-технических достижений вузов со всей России. Представители учебных заведений продемонстрировали направление подготовок специалистов. Из Люксембурга к нам подходили, из Сербии, из Турции, если не ошибаюсь. Многие спрашивают, а что это? А у нас не так. А у нас уровень сервисного обслуживания автомобилей находится, ну, так скажем, не на такой высокой планке. Когда прошел первый форум, стало понятно, насколько это нужные и важные мероприятия. И не просто так наш президент Владимир Владимирович Путин в этом году принял решение присвоить этому форуму статус всероссийского. Вот уже в третий раз в Оренбурге стартовал образовательный молодежный форум Евразия. В этом году в нем примут участие около тысячи человек из 77 стран. Первыми в Оренбург прилетели сербы, затем французы, венгры и даже африканцы. Программа форума расписана до 10 сентября и включает в себя мастер-классы, конференции и встречи с политиками, спикерами-экспертами и с общественными деятелями. Мы участвуем в программе «Новое поколение». То есть у нас приехало очень много стран. В общем, мы сегодня все знакомимся, у нас первый день. Думаем, что в результате мы получим большой-большой, огромный багаж знаний, информации. У нас есть куратор-волонтер, который сумел нас прям сплотить. Круто за целый день мы очень много работаем, сотрудничаем, так сказать, и с другими командами тоже. Замечательно встретили, встретили организаторы, волонтеры. Очень приветливо, дружелюбно. Мы заявили два проекта от делегации на грантовую поддержку. Будем послезавтра презентовать и надеемся, что финансовую поддержку сможем получить. Приехал, чтобы защитить свой проект. Это энциклопедия, грубо говоря, онлайн-эциклопедия, в которой будут собраны воспоминания участников Великой Отечественной войны. Я надеюсь, что сегодня нас ждет грандиозное открытие. С завтрашнего дня напряженная образовательная программа. И закончится это феерически 9 числа разъездом наших гостей буквально в самые интересные места Оренбургской области. Слава Голичи, ой, ветер, не лихай, Слава Голичи, не лихай. Свой молодежный статус открытие оправдало даже артистами. Практически все выступающие были студентами учебных заведений. На сцене играл симфонический оркестр имени Ростроповичей. Прозвучали песни более чем на шести языках. Культура Оренбуржья в программе открытия была подчеркнута самым большим в мире оренбургским пуховым платком. На протяжении всего представления полотно площадью 400 квадратных метров зависало над артистами. О подготовке организаторов говорит и то, что набор обучения волонтеров проводился с апреля этого года. В число добровольцев вошло 30 представителей из других регионов России и зарубежья. Если мы посмотрим, как ребята боролись за право быть участниками форума, как они боролись за право быть волонтерами форума, с каким интересом волонтеры проходили обучение, как сюда ребята сейчас приезжают, как глаза горят, они там знакомятся, смотрят все. Мне кажется, только это говорит о том, что форума действительно яркое событие в жизни молодежи. Кульминацией торжества стало выступление рэпера Натана, что было приятным сюрпризом для участников.